четвертая лекция по интернету вещей она будет посвящена сетям то есть сетям маршрутизации и так далее вот тут несколько слайдов посвящены приглашению студентов на какую-то конференцию здесь разные есть спикеры в том числе это и bm samsung osc вот и все они будут говорить о том что должны говорили то что задачи решаемые в интернету сын является актуальными мы займемся сетями сетью называется группа компьютеров которые своими устройствами ассоциированы и соединены какими-то различными коммуникационными способами до поселитесь в очень широком смысле переводится то есть они набор компьютеров объединенных друг с другом какими-либо взаимодействиями да то есть тут специально не оговаривается там по проводам сеть там или радио или еще как-то важно что организован способ передачи информации но компьютера на другой и вот по масштабу вот такое взаимодействие делятся на white white area networks то есть ван ну к ним относятся всем известный интернет в частности metropolitan area network но это реже намного используется аббревиация мен но масштабе города вот и есть вот local area network он офисная или лабораторная сеть может быть это сеть там университета иногда онлайном называют сеть между двумя какими-то например университетами кроме вот в иркутске есть сеть иркутского научно-образовательного комплекса она в принципе подходит по всем параметрам каждому из этих направлений в частности отдельных подразделений есть глобальный интернет адреса есть возможность между подразделениями обмениваться информацией ну через так называемые виртуальные сети то есть их можно тоже классифицировать как точнее эту сеть как metropolitan area network ну и в принципе каждый конкретно там виртуальные сети компьютеры они объединены в какую-то локальную сеть вот есть еще другие аббревиатуры в частности WN wireless local access network ну под ним подразумевается Wi-Fi VPN wireless personal area network ее можно организовать при помощи протокола bluetooth WN это сеть устройств носимых на теле ну человека там или животного архитектурно или структурно или топологически сети вот классифицируются на несколько видов если исторически то первая сеть была в первые две сети такие более-менее производительные были это сети относящиеся к ринг-нетворк то есть каждый компьютер имеет два соединения с соседним компьютером и пакеты передавались например по часовой стрелке от компьютера к компьютеру и в конце концов доходили до конца чем эта сеть удобна тем что можно создавать очередь из пакетов то есть в каждом из вот этих соединений идет свой пакет пакет идут только в одну сторону вот получается что можно занять всю сеть пакетами второе сами компьютеры организуют эту сеть то есть у нас есть два конечных так скажем устройства которые соединены к правому компьютеру одно другое к компьютеру слева вот но недостаток довольно долго пакет переходит то есть если расскажем 100 мегабитной сеть а те сети были не такие быстрые то от компьютера например один до последнего компьютера нужно было что пакет прошел по всем компьютерам ну то есть в один два три 4 5 6 раз медленнее чем напрямую второй достаточно древний но тем не менее настоящее время тоже широко используемый способ это технология шины то есть одно общее соединение вот на концах этого соединения стоят специальные резисторы обеспечивающие свойства среды передачи данных физической чтобы сигнал не отражался от конца и передача данных велась строго между двумя компьютерами остальные должны были молча сидеть и слушать в этом смысле это недостаток этой сети то есть она очень просто организуется то есть один провод к нему последовательно через специальный разъем подсоединялись сети компьютера вот следующий вариант это вот fully connected network но лучше не его рассматривать от современные варианты организации локальных вычислительных сетей там внутри лаборатории это вот технология звезды то есть один маршрутизатор и компьютеры через этот маршрутизатор передает информацию значит передача информации задействует естественно два каких-то провода если один передает на маршрутизатор маршрутизатор потом дальше пакеты передает на другой компьютер современные маршрутизаторы они умеют организовывать соединение скажем в данном случае можно сделать 6 соединения одновременно у него есть такая штука называется ядро маршрутизации вот скажем если у вас маршрутизатор 100 мегабитный так у меня номер дома старый достаточно вот но ядро у него 1 гигабитная то есть он по сути может 10 соединений 100 мегабитных одновременно обеспечивать в этом смысле достаточно проворная по производительности технология дальше скажем если мы хотим несколько лабораторий объединить да и при этом еще сделать некоторый запас прочности то есть создавать то есть в каждой лаборатории есть собственный маршрутизатор построенный по архитектуре звезда и эти маршрутизаторы мы не соединяем например друг с другом ну например можно соединить их полностью друг с другом то есть построить fully connected network то есть полный граф вот и ну то есть вот такую технологию тоже на топологии можно реализовывать вот но и также есть так называемые сети сети наш по-английски это сеть рыболовная да то есть которые ловят сеть здесь с чем что между компьютерами соединения существует непосредственно друг с другом на то есть мир этот компьютер соединен с четырьмя этот там с тремя соединения могут быть например по радио еще как то чем здесь эти сети они как правило себя включают специальные протоколы самоорганизации чтобы например передачи информации от этого компьютера в это задействовала самая короткая дорога номер она может быть вот такая вот предположим здесь соединение медленное но может быть проще или быстрее передать информацию через несколько других компьютеров вот такие сети они вот распространены например в европе мир фанг фоя первая из таких вот известных сетей сети организуют добровольцы то есть они выделяют свои компьютеры своего оборудование для маршетизации суммарная пропускная способность таких сетей момент их создания она была не больше двух мегабит секунду но принципе любой пользователь мог бесплатно подсоединиться скажем к маршетизатору который находится на столбе и получить доступ в интернет ну до сих пор в принципе есть такие экземпляры германия очень любит это дело такие вот добровольные сети сетевая инфраструктура строится из специальных кирпичиков на скажем вот и вот эти вот процесс построения соответствует вышеперечисленным вариантом архитектур вот это первое второе есть формальные скажем на абстрактном уровне да то есть каким образом передается информация есть специальные договоренности которые формулируются в виде стандартов ну то есть протоколы и там способ физической передачи способы кодирования нуля единиц там и тому подобное и занимается стандартизацией этот вот институт электрических инженеров институтов electrical and electronic engineers и они разработали стандарты соответствии проекта 802 вот иногда пишут что наша сеть организована по стандарту 802 11 это значит надо понимать что имеется ввиду вай фай основном используется 102 и 3 тезернет то есть это передача информации по проводам вот и ну вот 8215 вид м это что вы построить взаимодействие нужно ответить на не на ряд вопросов например кто инициирует соединение четко кого я после 2 такая должна быть последовательность взаимодействие между оконечными устройствами конечно устройство этого устройства передающие принимающая информацию но грубо можно компьютер для начала воспринимать как оконечное устройство но на самом деле это сетевая карта компьютера что у компьютера может быть несколько сетевых карт соответственно несколько конечных устройств. Под оконечным устройством может быть, например, виртуальный канал на сетевой карте. Скажем, если она поддерживает так называемые валаны, мы там 10 виртуальных каналов открыли, то 10 оконечных устройств получается. Ну, грубо можно компьютер понимать. И вот как эти конечные устройства взаимодействуют, в какой последовательности какие передачи осуществляют, вот это, собственно, второй вопрос, на который ответить надо. Как долго я могу говорить, да, как громко я могу говорить, то есть какой уровень сигнала можно подать в физическую среду, то есть провода там или в радио или там вспышки света какие-то, какого уровня амплитуды мы можем подавать, чтобы, ну, ничего не испортить, не сжечь. Что-нибудь, есть какая-то необходимость что-то конкретное говорить в процессе начала и конца реализации вот этих взаимодействий. Тут имеется в виду, какие протокольные элементы нужно реализовывать для того, чтобы нас правильно поняли на принимающем, на принимающей стороне, а также те, которые прослушивают физическую среду, какие-то другие, конечно, устройства, с целью получить какое-то время на взаимодействие. Нужно ли мне добавлять мета-информацию? То есть нужно ли в процессе передачи информации передавать информацию о структуре передаваемой информации? Значит, что делать, если вдруг меня прервали в процессе передачи? Вот. Ну и последний вопрос, что делать, если вдруг меня не поняли? Ну или там пакет не дошел до конца. Здесь показан типичный пример взаимодействия по некоторому протоколу. То есть встречается два человека. Один говорит «Хай», ему второй отвечает «Хай». Ну то есть они, то есть в данный момент, то есть вот это вот время, да, у нас, вот в этот момент, они оба поняли, что они готовы начать какой-то обмен информацией. Ну и вот девушка задает вопрос «Есть сколько времени?» Он говорит «Два часа ночи», там или «Два часа дня», например. Аналогично, например, по протоколу Transfer Control Protocol, интернет, да, который относится, инициируется взаимодействие между сервером, ну, например, Яндекс, да, и вашим компьютером. То есть сначала идет запрос на то, что я хочу соединиться, он говорит «Окей, соединяйся». Ну и потом следующий запрос уже говорит «Дай мне, пожалуйста, вот такой-то адрес». Он говорит «Да, пожалуйста». Ну и потом происходит разрыв соединения, ну, в зависимости, опять же, от протоколов. Вот. Как правило, для описания взаимодействия используется так называемая клиент-сервеная модель, значит, где клиент носит активную позицию, то есть он инициирует соединение, да, ну, под клиентом, например, при загрузке веб-страниц понимается веб-браузер, да. Он, значит, делает запрос на сервер, сервер отвечает. Сервер играет пассивную роль, да, в этом взаимодействии. Одно время такая архитектура называлась «мастер-слейв». Тут, правда, непонятно, кто был мастером, кто был слейвом, но ее убрали, потому что она нетолерантная. Применовали сервер-клайн, то есть клиент-сервер. Такой же, кстати, архитектурой очень часто пользуется при взаимодействии с базами данных, там, или взаимодействии между элементами информационной системы распределенной. Ну, и какие вот есть основные протоколы взаимодействия? Ну, это в основном интернет, который к интернету относится. Первый – это Hypertext Transfer Protocol, то есть протокол передачи гипертекстовой информации. По нему передаются вот эти вот страницы веба. SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – это протокол передачи писем между почтовыми ящиками. Ну, правда, сейчас уже совсем не «симпл» стал. Там потому что всякое шифрование стало использоваться, перемешиваться за ДНС информацией о ключах и тому подобное. Secure Shell – это протокол, который поверх идет протокола TCP, организующий соединения, передающие отдельные символы между оконечными устройствами, но при этом передаваемая информация, она шифруется. Domain Name System – это протокол, который позволяет разименовывать строковое название серверов с их IP-адресами. Ну, и есть еще другие протоколы, например, Network File System или Andrew File System. Ну, это линуксовые и Windows Server протоколы, MIR NFS, позволяющие производить монтирование сетевой, так называемой сетевой папки клиентом, ну, то есть вашим компьютером в архитектуре клиент-серверах. Значит, организация International Standardization Organization разработала такую модель взаимодействия между конечными устройствами, которую она назвала OSI – Open System Interconnection. Вот эта модель вся включает, должно быть здесь 7 уровней взаимодействия, то есть внизу находится уровень физический, то есть уровень физической среды, то есть там провода, там электричество рассматривается, а сверху находятся приложения. То есть у нас есть какие-то два приложения на разных компьютерах, ну, например, это веб-браузер, то же самое и веб-сервер. Вот, браузер делает запрос в веб-серверу, дай мне такую-то страницу. Вот, это модель оси, да, или протокол стэка его еще называют. Значит, а какие свойства? Ну, вот я рассказал, что есть нижний уровень физический и верхний – это уровень приложений. Ну, вот важный момент следующий, что на каждом уровне есть какой-то свой протокол. И вот обеспечение работоспособности этого протокола, ну, то есть передачи информации, там, или в том числе взаимодействий, там, состоянии клиента и сервера, оно обеспечивается при помощи протоколов строго следующего нижнего уровня. Ну, то есть, например, если Application Layer, да, уровень приложений хочет запустить какую-то функцию, ему нужно передать параметры в эту функцию. Для этого используется вот этот Presentation Layer, уровень представления данных по-русски. Вот, уровень представления данных базируется на уровне сессии, на уровне сессии. То есть, здесь на уровне сессии происходит, собственно, передача вот этих байтов, представляющих информацию. Ну, и так далее. То есть, уровень сессии на транспортном уровне базируется, а тут на сетевом, вот, следующий на Data Link, ну и, в конце концов, физический уровень, да, присутствует. То есть, важный момент, что нету перескоков на какие-то более нижние уровни, и, соответственно, нижние уровни не могут пользоваться каким-то сервисом верхних уровней, только строго нижних уровней. И вот все, большинство, ну и будем так сказать, в моей практике не встречалось еще ни одного устройства сетевого, да, которое бы нельзя было представить этой моделью. Ну, подразумевается, конечно, здесь сети, которые похожи на интернет, там, или Novel, Ну, уже отжил, как бы, свое, или там, Microsoft. Microsoft-а два уровня передачи информации, то есть, один уровень на основе интернет-протоколов, и в другом уровне, собственно, есть, который непосредственно на физическом уровне, точнее, на уровне, уровне номер два базируется. Вот. Ну, какой-нибудь пример, что ли, дать, да? Вот были одно время так называемые хабы-повторители. Но они, кстати, сейчас на слуху, когда речь идет о USB. Вот, задача хаба заключается в том, чтобы передать сигнал из одного физического уровня в другой физический уровень, то есть, он, хаб, у нас занимает уровень два. То есть, два уровня. Марштизаторы, они умеют, вообще говоря, передавать информацию не по всем физическим уровням одновременно, а подключать только те, которые нужны. Вот, они уже трехуровневые, да, такие структуры. Значит, веб-браузер — это все семь уровней. Ну, и веб-сервер, соответственно. Вот. Есть понятие там прокси-сервера. Вот, вот, как раз уровень сессии. То есть, садьется сессия до прокси-сервера от клиента, потом прокси-сервер соединяется с веб-сервером. Так что, очень такая выразительная модель. Ну, вот, для того, чтобы, вот, реализовать там передачу данных верхнего уровня, да, мы организуем передачу данных на нижнем уровне. При этом добавляется какой-то специальный заголовок. Вот. То есть, вот у нас были данные, к ним что-то там добавилось, да, на уровне приложения. Ну, например, там, адреса, или там порты передающего конечного устройства. Точнее, не конечного устройства, а приложения, да, браузера. И порт, например, веб-сервера. Веб-сервера — стандартный порт 80. Передающий порт клиента, ну, это протокол HTTP, он там генерируется операционной системой. То есть, при помощи этих комбинаций портов и IP-адресов сеть, ну, или компьютеры в этой сети могут понять, кому они передают эту информацию. Ну, в общем, вот, мы к нашим данным, которые непосредственно между приложением передаем, добавляется что-то здесь-сюда. Вот на уровне представления данных, вот к тому, что было раньше, еще что-то добавляется. Ну, и так далее. Вот. На уровне Data Link Layer, да, L1 его называют, да? Наверное, L1 — это вот этот, L2. К ним добавляется там какая-то еще преамбула дополнительная. Вот. Ну, а физический уровень, он просто этот набор битов, он кодирует в виде сигнала. Ну, таким образом видно, что, да, то есть, какие-то, какой-то сервис в верхнем уровне использует нижний уровень строго. Ну, и наоборот, естественно, если что-то у нас по физической среде было принято, да, мы должны отрезать эти заголовки, потом последовательно отрезать какие-то другие элементы. И на основе анализа этой информации на верхний уровень уже передавать информацию о том, например, какое приложение имеется в виду, да? То есть, например, у нас это какой-то один сервер в сети не только HTTP протокол предоставляет, ну, например, какой-нибудь VNC по порту 5600, да? Ну, например, вы хотите управлять некто виртуальной машиной, то вот эти порты как раз позволяют разделять сервер HTTP и номер от сервера VNC. Ну, что, долго здесь остановился? Значит, зачем многоуровнять дизайн, да? Ну, то есть, на каждом уровне у нас достаточно просто организовать взаимодействие, да? Предполагать, что нижний уровень у нас дает возможность реализовать это взаимодействие полноценно. Ну, здесь в связи с этим упрощается дизайн, создается модульность, то есть, мы можем комбинировать разные способы кодирования информации, например, представления данных, то есть, в виде XML можно представить, в виде JSON, либо там BSON, или еще как-то. Вот, либо какой-то специальный протокол можно придумать. Ну, и позволяет нам инкрементально, ну, то есть, последовательно улучшать каждый уровень. Ну, это предназначение в более формальном виде и классификация уровней, то есть, верхний уровень 5, 6, 7 и транспортный сервис 1, 2, 3, 4. Ну, вот, если идти снизу вверх, то физический уровень представляет поток битов в виде изменения физической среды. Значит, на втором уровне происходит определение ошибок, но это на уровне отдельных битов, то есть, если специально, например, помехоустойчивое кодирование, которое добавляет в передачу дополнительные биты, но в случае, если основные информационные биты запортились, то в некоторых случаях по этим дополнительным битам можно восстановить. Ну, например, мы можем одну и ту же, скажем, трехбитовую посылку послать три раза, и потом выбрать из этих трех тот вариант, который чаще всего повторяется методом голосования, например. Ну, и также на этом уровне делается управление передачей, то есть, начало, конец передачи здесь осуществляется именно в смысле последовательности битов. Значит, на третьем уровне, значит, на сетевом уровне происходит адресация, ну, и передача пакетов между маршрутизаторами по IP-адресам. То есть, в том примере, который я привожу, это интернет, опять же, да, и в интернете используется пакетная передача, то есть, практически все, ну, там, за исключением отдельных пакетов, которые jumbo frames называются, но, тем не менее, и они тоже, это основная, как бы, идея, это разбить весь, скажем, огромный передаваемый файл на отдельные кусочки. Они не больше 1500 байт на уровне 2, вот это. Вот. Из них какая-то часть этих байтов выделяется на адресацию, то есть, где-то там IP-адреса есть, и за счет этих IP-адресов, а также известной структуры сети на маршрутизаторах происходит передача этих отдельных пакетов, значит, к тому или другому, к тому или иному там маршрутизатору, либо уже к клиентскому компьютеру или серверу. Значит, на уровне, на транспортном уровне уже процесс взаимодействия между системами рассматривается как взаимодействие между двумя системами. То есть, здесь мы не обращаем внимания на то, что у нас информация делится на пакеты, где-то там маршрутизируется, причем, да, вот на третьем уровне пакеты у нас могут прийти еще по разным направлениям, не в той последовательности, и вот как раз на транспортном уровне вот эти вот отдельные пакеты уже собираются в поток информации. Но и тем не менее, на этом уровне мы его тоже рассматриваем как дискретный, то есть мы можем принять там 20 пакетов, можем принять там 40 пакетов, вот, поэтому, когда вдруг будете писать программу на уровне транспортном, да, вот это уровень как раз TCP там, вот это как раз, то есть ваша программа, которая принимает байты, она должна учитывать, что операционная система вам не сразу весь поток выдает, а только часть этой информации, но если протокол TCP, транспорт-контроль протокол используется, то то, что вы приняли, это гарантированно правильно переданная информация. Ну и следующий уровень, пятый, это уровень сессии, то есть здесь происходит отождествление процесса вот передачи с некоторым конкретным взаимодействием, то есть здесь вот на четвертом уровне мы просто поток информации передавали, а на пятом уровне, например, мы тут, например, можем говорить о том, что вот есть некоторый пользователь, так, пользователь там зарегистрировался или в этом вошел в систему, да, в свой аккаунт, вот, и он что-то может, что-то не может и так далее. Вот это на уровне сессии делается. Значит, уровень представления данных, ну, я уже говорил, что здесь имеется в виду, что мы рассматриваем две взаимодействующие, уже не конечных устройств, а два взаимодействующих компьютера, либо уже две взаимодействующие программы, и на этом уровне обеспечивается кодирование данных приложения, ну, то есть уже параметров и возвращаемого значения, скажем, если мы функции имеем в виду. Ну, и на седьмом уровне, это вот как раз уровень взаимодействия между компьютерами, между программами. Ну, человек тут, наверное, все-таки не совсем правильно было добавлять, потому что если мы смотрим на экран через интерфейс пользователя, это не значит, что мы находимся с компьютером в сетевом взаимодействии. Но, может быть, и можно, но это философские, конечно, позиции. Значит, здесь, на седьмом уровне, важно, что у нас есть одна какая-то программа, она запускает некоторую функцию в другой программе. Ну, либо там какую-то команду по протоколу передает. Физический уровень, уровень 1 или L1 его еще называют, оно связано с электрическими физическими характеристиками. Ну, то есть, там, здесь рассматриваются типы кабелей, длина этих кабелей, всякие коннекторы, уровни напряжения, длительности сигналов, вот, и решается вопрос о том, как мы биты представляем, да, электрические. Ну, например, если самый простой способ наличия некоторого напряжения от единицы, отсутствие 0. Хотя, на самом деле, может быть, и наоборот. Ну, например, если взять протокол КЭМ, реализованный при помощи электрических проводов там. Ну, и также всякие частоты. Частоты позволяют в одном физическом уровне создавать несколько каналов передачи информации. Характеристики беспроводного сигнала, да, то есть, wireless характеристик, ну, то есть, имеется в виду радио, или еще можно подразумевать спутниковое взаимодействие, но это тоже радио, и взаимодействие при помощи квантов света, да. Хотя их, как правило, загоняют в волс, в полуконно-оптические системы. Вот, можно ли их проводами считать или нельзя, но это тоже философский вопрос. Ну, и тем не менее, вот если брать характеристики сигнала, да, то по количеству колебаний в секунду, то есть, по частоте, вот они делятся на разные интервалы. То есть, very low frequencies, low frequencies, medium frequencies, high frequencies, very high frequencies. И еще ultra high frequencies. Еще тут два диапазона, и super high frequencies, и extra high frequencies. Ну, и вот в частотном диапазоне, если брать электрические колебания, да, ну, они, как правило, электрические, то они вот можно на логарифмической шкале вот таким вот образом нарисовать, где, начиная с 3 ТГц, начинается область инфракрасного излучения, потом 300 ТГц, это уже видимый свет, ну, и дальше уже ультрафиолетовый. Ну, там, гамма излучения, и так далее. Ну, и вот радио, в принципе, обозначают диапазоны, начиная от нуля, ну, правда, колебания 0 Гц, оно не передается, потому что там уравнения Максовая, они и такие. Ну, тем не менее, то есть от нуля до инфракрасного света, значит, это все радио диапазон, ну, до конца диапазона extra high frequency. Ну, вот здесь вот наш Wi-Fi, где находят, это 2,5 МГц, то есть, скорее всего, где-то вот здесь, один диапазон, второй диапазон 3 ГГц, это он где-то вот в этом месте. Ну, я-то примерно так смотрю. Вот, можно посмотреть еще. Ну, длина волны, естественно, цели лидно-фрекенсии, то есть скорость света делена на чистоту. Я, по-моему, должна быть единица на фрекенсии. Что-то я подзабыл. Ну, в общем, понятно, что это такое. Значит, чем меньше, тем меньшее количество информации за промежуток времени один и тот же можем передать. Ну, достаточно очевидно, потому что нам нужно хотя бы, чтобы две полуволны прошли. Если у нас, скажем, частота 1 МГц, то максимум можем 1 МБит в секунду передать. Это в лучшем случае, то есть мы не занимаемся там коррекцией ошибок, там, ну, там, каким-то там шифрованием, еще чем-то. Но! Зато такие сигналы могут путешествовать на довольно длительное расстояние. Они идут вдоль земли, то есть они огибают, вот, и могут проходить сквозь объекты, да, какие-то там стены, еще что-то, и проникать в воду. То есть, например, средними волнами, там, по-моему, даже килогерцы, если не ошибаюсь, можно обеспечивать взаимодействие с подводными лодками, например. Вот, высокие частоты, там, соответственно, можно передавать информацию с достаточно большой скоростью, но на короткие дистанции, потому что в воздухе, в том числе, сигнал очень быстро затухает, ну, потому что происходит взаимодействие с молекулами, составляющими воздух. В основном передается по прямой, да, и не могут проходить через объекты. И потом здесь появляется такое понятие, как line of sight, то есть прямая видимость. То есть, у меня у нас есть две установки, принимающиеся там, передающие. Если здесь находится какая-то стена, то, скорее всего, сигнал, если будет принят, то он не тот, который прошел в кости, она, скорее всего, тот, который дефрагировал на стене. Хотя тут тоже непонятно, стена как бы цельна ли, кусок стены. Ну, вот, собственно, эффекты радиоволн, которые проявляются в процессе распространения сигнала, да, пропагейши. что они, ну, то есть понятие затенения сигнала, отражения от больших объектов. Рефракция, в зависимости от свойств предмета, на котором это искажение происходит, ну, вот рефракция внутри воды, например, да, то есть процесс преломления света выражения рефракцией. Потом на некоторых объектах сигнал может рассеиваться, то есть создаются несколько фолн, меньше интенсивности, ну, и происходить дифракция еще может. Что есть с интерференцией, почему-то не написано. То есть вот вершина горы, и сигнал идет, и он распадается здесь на составляющих. Ну, вот, если взять, например, модель функционирования Wi-Fi у себя дома, да, то есть есть квартира, там, например, точка доступа стоит. Ну, мы можем, например, поставить там на уровне одного метра, да, в центре основной комнаты, то уровень сигнала в разных комнатах будет разным. Самый лучший уровень сигнала это, понятно, рядом с этой точкой доступа. Мощный сигнал уменьшается квадратичное от расстояния. Надо достаточно просто доказать. Также сигнал взаимодействует с стенами, отражается от этих стен, там, дефрагирует. В общем, получается такая вот картина. То есть чем дальше комната, чем больше приходится проходить сигнал, тем, соответственно, меньше уровень сигнала там будет. Вот другой пример с вертикальной плоскости, да, или фронтальной. То есть вот источник сигнала, он, соответственно, вот этой вершиной, то есть это достаточно такая мощная порода, этой вершиной он затеняется. есть область, в которой сигнал не принимает. Например, если это GSM-вышка, то то, чтобы получить хороший доступ там в интернет, более-менее быстро, да, необходимо, при этом меньше тратить энергии на передачу информации. Значит, нужно выйти куда-нибудь на такую более открытую плоскость, обеспечивающую вот эту область прямой видимости. Значит, часть сигнала также отражается от земли и устремляется куда-то вверх здесь. Ну и куча, значит, есть эффектов дифракции, кстати, вот интерференция тут в том же, да, то есть наложение различных волн. Ну, аналогично можно строить картину доступа к сети GSM в городе. При реализации физического уровня необходимо вот эти эффекты учитывать, да, почему? Потому что если вот мы что-то передаем с антенны, вот у нас пачка из двух сигналов, да, есть, то на антенну нашего авто во-первых, может прийти сигнал отраженный, может прийти сигнал по прямой, да, понятно, что по прямой это будет с максимальной скоростью доставлены, да, ну, а также какой-то там кусок сигнала связанный с рассеиванием. И в результате мы получаем, что вот для одной пачки, да, вот этого прямоугольника мы можем получить несколько различных сигналов. Вот для второй красной пачки, да, появляется вторая, второй набор сигналов. Вот приемник должен учитывать этот факт. каким образом происходит представление нулей и единиц. Вот есть несколько способов. Первый это амплитудная модуляция, почему-то она здесь называется Amplitude Shift KING ASK. Значит, суть в чем, если мы передаем ноль, то мы не передаем сигнал, передавая единицу, передаем как раз некоторые колебания, да, заданные амплитудой. Значит, такая система, она достаточно проста, то есть более simple, не требует определенной там ширины какой-то заданной диапазона волн, то есть вот этот вот размер канала очень маленький получается. И очень сильно подвержены интерференции. Значит, также можно второй вариант менять частоту сигнала, то есть единица это высокочастотный какой-то сигнал, ноль, скажем, частота в два раза понижается. Но для того, чтобы передать сигнал, нужно по крайней мере уже два возможных диапазона, то есть высокочастотный и низкочастотный. То есть диапазон частот расширяется и соответственно количество каналов, которые можно использовать уменьшается в среде. Значит, можно менять фазу. То есть вот единица у нас начинается сигнал вниз, потом вверх, да, колебания, ноль, наоборот, сверх, потом вниз. Такую систему сделать намного сложнее, но зато она очень надежна в смысле интерференции сигнала. уровень взаимодействия 2 называется Link Layer. Это взаимодействие между двумя маршрутизаторами или двумя конечными устройствами внутри локальной очередной систем, Значит, он определяет когда и как вот эта физическая среда будет использоваться для передачи информации. Вот это первое. Второе, это каким образом кодируются вот эти единицы нулей. А, это было в предыдущем уровне, уже рассказал. Типично пачки передаваемые информации называются фреймами. И на уровне каждого фрейма мы можем как раз заниматься детекцией ошибок переданной информации, ну, возможно, коррекцией этих ошибок, идентифицировать иконечные устройства, ну, то есть, набор убитого, да, номер 6F002B23 и так далее. Они, наверное, идентифицируют устройства в Wi-Fi сети, там, или в сети Ethernet, в частности. Вот. Также на этом уровне можно говорить о распределении назначения, то есть, каналов физических на передачу ну, конкретных значений, конкретных фреймов. То есть, вот, как вот в сетях GSM-телефонов, у нас вот есть несколько диапазонов частотных, вот, мы можем одному телефону назначить определенный частотный диапазон до базовой станции. Вот, можно, это называется разделение по частоте, можно разделять по времени. то есть, берем какой-то более широкий диапазон частотный, да, но передаем, чередуясь, разные пакеты, например, для разных абонентов. Вот, такой, например, используется Wi-Fi, например. То есть, Wi-Fi обычно дома назначается какой-то один частотный диапазон, но вот, разные, как бы, приложения по Wi-Fi, передавая информацию, у них фреймы разделены по времени. Ну и вариант еще такой есть, когда мы можем занимать и частотные, и временные какие-то диапазоны для передачи, полной передачи, либо какого-то определенного довольно большого куска информации. Штезернет, это уровень L2, да, у нас стандарт 802.3, наиболее популярная технология организации сетей Local Access Network, то есть, локальных сетей, и первоначально использовали технологию шины. Очень просто устанавливается, дешевая, ну и работает также на основе разделения пакетов. Вот один из примеров таких сетей, здесь специальный, ну, хаб там, да, ну, хаб только, получается, дублировал бы информацию, но в принципе, можно может чизатор сделать. Такой же. Конечные устройства в Ethernet, ну, так же, как и Wi-Fi, Wi-Fi тоже, они разделяются при помощи специального физического MAC-адреса, но на самом деле этот MAC-адрес можно поменять на уровне операционной системы, можно поменять его до некоторых сетевых карт, например, при помощи специальных утилит на самой сетевой карте. Ну, зачем это нужно, не совсем понятно, потому что, несмотря на то, что количество MAC-адресов не очень-то и большое, но вероятность того, что встретятся два одинаковых MAC-адреса в одной локальной сети, очень мало, очень мало вероятны. Вот. То есть, вот при помощи этого MAC-адреса мы можем А, Б и С разделять друг от друга, так? И передача информации в Ethernet один из способов это использование протокола CSMA-CD. Значит, CS это Carrier Sense, Carrier это, ну, некоторая частота, То есть, мы когда запускаем передачу информации на, конечно, устройство, он некоторое количество там, микросекунд посылает, ну, какой-то непрерывный сигнал на физический уровень. Вот, если кто-то еще хочет передать, они могут, так сказать, прослушивать эту среду, если вдруг там есть сигнал, то отложить передачу, если нет, то начать делать аналогично, то есть, сначала несущую создавать, а потом уже начать передавать непосредственную информацию. Вторая часть это Multiple Access, то есть, к одной и той же среде у нас несколько оконечных устройств. подключен. Ну, и Collision Detection, то есть, в случае, если вдруг, скажем, два устройства там, А и Б, передает, вот, А и Б слушали одновременно, да, потом решили одновременно начать подавать информацию, то есть, сначала несущую сформулировали, сформировали, и при этом они обязаны прослушивать этот канал и смотреть, то есть, если не происходит искажений, то значит, вроде как среда свободна, то есть, он один только передает. Если же какие-то искажения появились, да, то значит, что передают уже два. То есть, они начали одновременно оба передавать, и в этом случае надо, что сделать? Надо закончить передачу, некоторое время подождать, и попытаться передать заново. Количество времени, которое устройства ждут, оно генерируется псевдослучайным способом, для того, чтобы не получилось так, чтобы опять же А и Б одновременно начали передачу, и опять возникли бы коллизии. В общем, вот суть протокола с СМА и СМИ вот такое. Ну, собственно, я про это только что рассказал, да, то есть, слушаем, если несущее, если занято, то ждем, если все в порядке, да, ну, то есть, свободная линия, да, то тогда передаем. Вот, при этом постоянно слушаем. Значит, если что-то произошло, то отменяем передачу. Вот, но так как мы передаем фреймами, да, передача будет недостаточной, то есть, она будет недолгой. Израна, это вообще позволяет непрерывную передачу, ну, насколько я этот протокол понимаю, но так как он обеспечивает работу, скажем, интернет протокола, то там максимум, что можно себе позволить, это 1500 байт плюс вот это несущее и два MAC-адреса. Ну, то есть, где-то два килобайта максимум. в одну посылку, то есть, много времени передача занимать не будет. То есть, соответственно, тот, кому не повезло, уже не так долго будет ждать. Wi-Fi, то есть, протокол 802.11. в настоящее время это один из самых достаточно дешевых способов организации локальной выселительной сети, то есть, ставится точка доступа и к ней компьютеры подключаются. вот, тут я сильно не буду много рассказывать, все и так все понимают. Ну, здесь используется немного другой протокол, CSMA-CA, только здесь collision avoidance используется. для этого получается используется специальные первоначальные вставки в протокол от RTS и CTS. То есть, мы начинаем передавать информацию, начинаем с того, что RTS request to send, ну, то есть, например, A передает B, он говорит, я хочу тебе передать, он говорит, окей, передавай, а B, да, и тут происходит передача информации. Если же он не отвечает некоторое время, то A, значит, начинает ждать некоторое время. При этом коллизии могут возникнуть только вот в момент приема, то есть, в точке B. Ну, и преимущество этого протокола заключается в том, что все узлы слушают сигналы, РТС, иногда ЦТС, и в случае, если какая-то коллизия произошла, то мы теряем только информацию, касающуюся РТС и ЦТС. Но внутри этого РТС и ЦТС-пакета есть физические вот эти МАК-адреса, то есть, это не очень много информации мы теряем. Мы теряем время на передачу информации. Уровень 3. Значит, наиболее часто использующий протокол на этом уровне это интернет-протокол. То есть, на этом уровне как раз задается адресация вот эта, IP-адреса, возможные варианты кастинга, то есть, Unicad, Broadcast и тому подобные вещи. И также логически организуется вся сеть интернет в виде набора иерархического адресного пространства. Значит, адрес, интернет-протокольный адрес, то есть, адрес конечного устройства, да, состоит из двух частей. Это, собственно, адрес сети и адрес устройства. Ну, скажем, есть сеть лабораторий или там сеть одного института, скажем, в студии земной коры в сети используются адреса 10, 10, ну, номер 10, 0, да, это сетевой адрес. Ну, там еще 11, 0 тоже используются. В университете 172, 16. В ДСТУ там 192, 168, 10. В общем, вот это разные виды адресов сети. Ну, и каждый компьютер потом внутри этой сети с каким-то со своим номером обозначен. Ну, например, мой номер 192, 168, 10, 126 на работе. То есть 126 компьютер вот в этой десятой сети. Вот. адрес IP версии 4, он как бы сейчас на самом деле очень широко используется, точнее, используется везде сейчас, но он уже морально устарел, на самом деле. Но, тем не менее, вот эти адреса записываются числами, значит, через точку, каждое число здесь может быть от 0 до 255. Правда, есть некоторые комбинации вот этих значений, обозначающие, например, все компьютеры внутри сети, обозначающие сеть и обозначающие конкретные устройства. Это зависит от префиксов которого, Мир 128. Это глобальная сеть, интернет. Для отображения сети различной емкости вот этих оконечных устройств используют классы. То есть, вот, скажем, класс А это сети, где первое число обозначает сеть от 0 до 255. А вот эти вот комбинации из трех других цифр это номера компьютеров в сети. То есть, в такой сети у нас может быть очень и очень много компьютеров. Сеть B, значит, здесь получается, да, сетей класса А их не очень много, 255 получается. Вот, сетей класса B значит, здесь два числа, то есть, 250 на 255, то есть, 65, 536 сетей и 65, 534 компьютера в них могут быть в каждой. Ну и класс С это такие, их очень много этих сетей, да, но в них очень мало компьютеров, то есть, 254 компьютера помещается, даже 253, потому что 0 это сетевой адрес будет, а 255 это будет адрес широковещательный, то есть, начинает единиц до 153, 54. Ну и вот, каждый вид сети, то есть, класс определяется комбинацией нуля и единиц, но даже если сюда посмотреть, да, получается, что сетей класса у нас не 256, получается, а всего 127. сетей пиво 6 начала развиваться в начале, в конце 90-х годов, в 2003 году, наконец-то ее более-менее стандартизировали, она позволяет использовать уже 128 бит для хранения адреса устройства, здесь мы использовали сколько бит, получается, 32 бита, здесь уже 128 бит, то есть, в 4 раза больше, но это не значит, что там в 4 раза больше компьютеров будет, их будет больше, но очень много, то есть, вот в сети IPV4 старого поколения, но это чисто теоретический номер, 4 миллиарда 294 миллиона 967 тысяч 296 оконечных устройств, может быть, но это если они собираются друг другу посылать информацию, есть еще так называемые серые сети, то есть, локальные сети, у них там, короче говоря, часть адресов вот из тех, которые были вот по этим классам здесь представлены, они как бы взяты, и эти адреса нельзя использовать для интернета, можно только в локальных сетях, то есть, по идее, еще очень много таких вот сетей, но не с таким, конечно, количеством компьютеров, есть локальные вычислительных сетей. Вот что касается EPI-6, то видите, такое число, да, у нас может быть оконечных устройств пронумеровано, то есть, как говоришь, что каждый, то есть, при сравнении емкости адресов, некоторые ученые говорят так, что вы можете в принципе, чуть ли не каждой бактерии свой EPI-адрес присоединить. Ну, если вот брать поверхность земли в качестве такого сравнительной характеристики, физической, то есть, вот вся поверхность земли, это все возможные адреса EPI-6, так вот, адреса EPI-4, на поверхности земли занимает один квадратный сантиметр. Вот, ну и там много интересных вещей, то есть, по сути, она от EPI-4 отличается не сильно, по сути, отличается только тем, как там организуется взаимодействие различных сетей и кодирование EPI-адресов. Вот EPI-адрес записывается уже не десятичными числами, как здесь, да, от 0 до 155, а в виде шестеричных таких вот пачек по четыре цифры, то есть, например, 2000, FDB-8, 400, 400, 300, 1, ну и так далее. Таким образом, мы все 128 бит можем представить. То есть, каждая буква, да, это 4 бита. Вот, для того, чтобы нулей не писать, придумали сокращение. Во-первых, между двумя двоеточиями, если набор нулей присутствует, да, в начале, то есть, с левой стороны, мы его можем просто выкинуть, написать просто единицу, как вот здесь. Ну и пачку четырехзначных нулей, точнее, все подряд идущих четырехзначных нулей, мы можем заменять на двоеточие. Тут, кстати, неправильно. Должно быть в DB-8 двоеточие, двоеточие, единица, то есть, в третьем двоеточие быть не должно. Вот, единица, тут сокращенный вариант 0,0,0,1. Ну, таким вот образом записывается и пиво 6 адрес. Естественно, никто их не собирался запоминать, и пиво 4, это еще как-то можно запомнить, а с этими намного сложнее. Поэтому используется обязательно практически в каждой сети сервис domain name service. Значит, и пиво 6, и пиво 4, они вот, у них, в принципе, одинаковый уровень первый и второй, но отличается вот третий только уровень. А все остальное, в принципе, там, сильно не отличается. Ну, там, только немножко из-за того, что и пиво 6 адреса ниже длиннее по количеству бит, да, поэтому полезную информацию передать можно не полтора килобайта, а 1482, по-моему, байта максимум. если я не ошибаюсь, это даже если, ну да, ну примерно такое, то есть чуть-чуть меньше, там буквально на полпроцента. Ну, тут маршрутизации, это на уровне, еще у нас уровень третий, да, network layer, на этом уровне, да, сочетается маршрутизация пакетов, причем, ну вот, скажем, это какой-то, то есть весь интернет, ну или какая-то более-менее сложная сеть, она разбивается на регионы такие, они называются, там, AS1, AS2, я не помню, как это расшифровать, можно найти эту аббревиатуру в интернете, вот, то есть внутри этого региона осуществляется маршрутизация, например, по интернет-протоколам и даже вот эти компьютеры не могут физически быть соединенными проводами, например, вот, а между вот этими регионами специально существуют маршрутизаторы высокопроизводительные, то есть высокоскоростные, вот тут, кстати, даже видно, да, на картинке, то есть Local Area Network соединители здесь вот коричневым цветом, а между вот этими высокоскоростными или как глобальными маршрутизаторами уже синим помечено, то есть здесь могут какие-то другие протоколы действовать при передаче информации. Ну и вот, зная определенные адреса, например, 8944XX, да, тут тоже не совсем правильно написано, все, то есть есть на каждом маршрутизаторе информация о том, куда, какие пакеты передавать сюда, какие пакеты сюда, какие пакеты сюда. компьютеры, они соединены с маршрутизатором и маршрутизатором, который выходит там в сеть интернет, например, да, вот, на каждом компьютере есть, у каждого компьютера в настройках есть понимание, что если мы не знаем, то есть, если мы хотим передать пакет, не принадлежащий локальной шлитной сети, на какой маршрутизатор его следует передавать, это вот называется NextHop или роутер-маршрутизатор. NextHop это в терминах IPv6 или глобальных висшелительных сетей используется. То есть важно на этой артинке то, что есть некая архическая организация интернета и вот здесь она изображена таким вот образом. Транспортный уровень. Ну вот начнем с протокола UserDatagram протокол. Вообще, по-моему, это ее Universal назвался. Может, я заблуждался. Ну, неважно вообще. В общем, есть у нас такой протокол UDP. У него есть заголовок внутри и данные. Значит, протокол не поддерживает сессии соединения. То есть в UDP заголовки у нас есть например, IP-адрес отправителя и IP-адрес вычислительной системы, которая принимает информацию и также два порта. У нас на одной машине может несколько быть приложений. И вот какое приложение мы имеем в виду при передаче информации определяется вот этим номером порта. То есть IP-адресом определяется конечное устройство ну или компьютер, да, грубо. А портом это собственно приложение. вот и вот для веб-серверов, которые почему-то в данном случае не совсем правильно работают по протоколу UDP, хотя они про TCP работают. Номер порта 80 означает, что нам на сервере нужен имена интернет, ну то есть программа, которая будет нам HTML-страницы прислать. Вот UDP-протокол он ненадежный, то есть пакеты могут потеряться, вот, но зато скажем так из-за всего с сетью в порядке, то передача информации идет процентов на 5-10 быстрее, чем по протоколу TCP, потому что там дополнительных нету пакетов, которые обеспечивают достоверность или полноту передачи информации. Значит, TCP, Transfer Control Protocol, он помимо того, что пакеты передает, он еще занимается тем, что, во-первых, есть некоторая предварительная деятельность, связанная с установлением соединения, ну, как на той картинке с людьми, которые сначала там сказали друг другу привет-привет, и потом уже начали какой-то конструктивный разговор. Есть, примерно, то же самое. Вот, это первое. Второе, он занимается, вот этот вот TCP, он обеспечивает полноту передачи, то есть всю информацию, которую приложение одно передает другому приложению, она делится на пакеты, вот он делит на пакеты, передает, и при этом контролирует, чтобы пакеты пришли в определенную последовательность, то есть есть прямо внутри пакета специальное поле, это номер пакета, кстати, пакет еще может быть поделен на отдельные пакеты, но это в сети IPV4 только, на подпакет, вот эти подпакеты еще надо собрать, в общем, много чем он занимается, и, например, если это у нас передающая станция, то есть она сюда информацию гонит, то принимающая станция гонит информацию о том, что да, у нас все в порядке, у нас все в порядке, передавая следующую пачку, передавая следующую пачку, вот это пакет knowledgement называется, и вот, скажем, TCP передач может передать там 3000 пакетов и потом ждать ответа, если ответ не пришел за некоторое время, да, он опять передает, но только там будет уже не 3000 пакетов передавать номер, а 1000, то есть в 3 раза меньше, мало ли там что-то сеть включил, зачем долбиться туда, это кстати называется окно передачи window, то есть если все в порядке, окно постепенно увеличивается, да, то есть коэффициент полезного действия, то есть время занятия канала на одну и тоже объем переданной качественной информации, он начинает оптимизироваться, ну, я вкратце это рассказал, что тут low control congestion вот разница между UDP и TCP и TCP обычно используют всеми приложениями, если не супер критичное время передачи и какая-то там необходимость например обеспечения реального времени, вот, поэтому то есть с ним как бы мучиться меньше, установил соединение передал информацию получил аналичмент и все окей, все в порядке это значит не терять данных все в порядке с последовательностью приема пакетов этих кусков информации на нем работает email трафик финансовые транзакции и тому подобные вещи УДП может быть быстрее потому что не требуется дополнительных пакетов на управление передаваемой информацией нету перепередач и им можно организовывать трафик реального времени хотя тут надо на самом деле еще некоторые ограничения добавить чтобы это действительно было так отрицательный момент что пакеты могут приходить не в той последовательности как их послали то есть нужно на стороне приложения делать решать эти вопросы ну и соответственно при потере информации принимающая сторона может и не знать что потеря информации произошла то есть установления соединения у нас не было естественно не знаешь вообще что-то приходить должно и соответственно передающая информация передающая то есть станция она тоже таким образом должна реагировать по времени что за определенным тайм-аутом у нас не поступило обратного УДП-пакета от принимающей станции, то что-то там произошло. То есть вот это вот управление процессом передачи приходится приложением брать на себя. Ищет уровень 5.7. Session Layer, Presentation Layer, Application Layer. Тут они, по-моему, сильно не рассматриваются. А, ну вот есть пример только один. Скажем, на уровне Application, то есть на уровне приложений, скажем, это у нас HTTP клиентовый браузер, он задает запрос к серверу, он производит ответ. То есть, по сути говоря, это он запускает некоторую функцию на сервере, она отрабатывает там и его возвращаемое значение в виде ответа Respond, да, возвращается к клиенту. Вот так. На самом деле, то есть, если вот мы рассматриваем взаимодействие на седьмом уровне, да, то если спуститься на уровень TCP, да, то клиент, что он формирует? Socket, так называемый, да. Ну, розетка, да, по-русски. Ну, я буду использовать Socket, потому что это принято просто в программировании. То есть, он заоткрывает клиентский Socket. Ну, или Socket вызывающей стороны. По протоколу TCP, он, сначала мы устанавливаем соединение, то есть, ну, это, скорее всего, здесь имеется в виду среда передачи информации. Вот это вот одна машина, да, клиентская, это сервер. Вот, в процессе установления соединения TCP передает на 80-ый порт пакет АЦК, типа хочу соединение, или реку, по-моему, называется, да. Обратно, если все в порядке, да, он возвращает вот на этот порт и пи-адрес пакет АЦК. Значит, все-все в порядке. И уже на следующем этапе приложение, да, вот, красная стрелка, на самом деле она реализуется через вот этот вот нижний уровень. она уже задает вопрос, типа, давай нам get какой-то там адрес. И посылает его также на 80-ый порт. Но это уже, так скажем, здесь неважно, потому что он посылает его по установившимся соединению. То есть, соединение в приложениях реализуется в виде виртуальных структур вот этих сокетов. То есть, мы посылаем в сокет, а он, соответственно, уже знает, что он на 80-ый порт идет. Вот. И в случае, если мы хотим разорвать соединение после, скажем, удачного соединения, да, то там или клиент, или сервер посылает специальный пакет, хочу разорвать соединение. Ну и в ответ ему посылается, окей, давай разорвем соединение. Ну и вот для того, чтобы запросы HTTP реализовать, нам нужно, собственно, сам запрос упаковать, добавить туда заголовок TCP, то есть номера портов, потом добавить туда IP-адреса на следующем уровне. И если вдруг наш сервер и клиент находятся в одной локальной шлитной сети соединенных, ну, грубо говоря, одним кабелем коаксиальным, да, или там витой парой через маршрутизатор, то тут добавляется, соответственно, заголовок Ethernet с MAC-адресами, придающей, принимающей станции. Ну и специальный тот кусок, который, например, суммирует все байты здесь и смотрит, совпадает ли это с определенным числом. Ну, то есть он проверяет наличие ошибок. Ну, на этом лекция закончена. Надеюсь, было интересно.